Я Эриксон сделал большой вклад. Среди экспонатов областного музея краеведения прародители всех современных телефонов. Такие аппараты появились в нашем городе спустя 11 лет после изобретения Александра Белла. Техническая новинка пользовалась популярностью у купцов и деловых людей. А вот этот таксофон был доступен и для обычных горожан. Правда разговор по нему стоил недешево. Тогда разговор стоил 15 копеек. Кстати говоря, довольно солидные деньги. После того, как оплата произведена, крутилась рукоять. И вы говорили нужный вам номер. Барышня на коммутаторе соединяла. Ее день начинается с телефонного звонка. Пока собеседник на связи, Даша успевает сделать несколько дел. В современном обществе без такого средства связи просто не выжить, считает девушка. Если телефона рядом нет, она чувствует себя как без рук. Мой день, он вообще, он заканчивается на этом просто. Потому что я не могу ни с кем встретиться, я не могу перейти вовремя куда-то. То есть я забываю что-то. То есть телефон это вообще такой, это обязательно атрибут моей жизни, без которого я вообще жить не могу. Наше поколение это поколение большого пальца. А наши с вами родители это поколение указательного. В салонах связи телефоны на любой вкус, цвет, цены и даже возраст. В руках Сергея пенсифон, простейший аппарат. Из технических характеристик только возможность связи. Но это явно прошлый век. Современный телефон может практически все. Современный телефон, на мой взгляд, стремится к тому, чтобы в одном устройстве многофункциональном сосредоточить и съемку, и интернет, и возможность доступа к социальным сетям. То есть чтобы все вот эти вот наши гаджеты, которые мы пользуемся, собрать воедино. В сети интернет уже тысячи фантазий на тему, каким телефон будет в будущем. Неизменно одно, без технического устройства, изобретенного полтора века назад, человека обойтись не может. Павел Фитилев, Александр Королев, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.